Всем привет, меня зовут Кэт и вы смотрите Puzzle English Есть в английском языке две фразы, которые очень похожи по значению Но это только на первый взгляд На самом деле они отличаются Речь идет о фразах Обе эти фразы используются для того, чтобы рассказать о прошлых привычках, регулярных действиях, о чем-то, что повторялось Но все-таки они не взаимозаменяемые И их употребление зависит от контекста и от того, какой смысл вы, говорящий, хотите донести Вот это мы сегодня и разберем Поехали! Давайте начнем с фразы used to Используется она для того, чтобы описать прошлые привычки или состояния, которые случались регулярно А также, которые были актуальны в прошлом, но в настоящем их больше нет Все, это уже закончилось Например Когда я была маленькой, я играла на пианино Имеется в виду, что в детстве играла регулярно, но больше этого не делаю То есть она жила в Лондоне до того, как переехала в Нью-Йорк Это значит, что в прошлом она жила в Лондоне, но сейчас она уже в Нью-Йорке Мы навещали наших бабушку и дедушку каждое лето Здесь также, как и в предыдущих примерах, говорится о том, что этого больше не происходит Здесь говорится, что у людей была собака, но ее больше нет Теперь давайте перейдем к конструкции would do Она используется для того, чтобы описать действия в прошлом, которые регулярно повторялись или были привычными Часто используется, когда мы рассказываем истории о своем прошлом Чтобы создать атмосферу рассказа, что вот бывало, когда-то, мы всегда И вот это вот все Здесь у нас есть повторяющиеся действия По выходным мы обычно ходили в парк и устраивали пикники То есть понятно, что это какая-то регулярная история, семейная традиция И в русском переводе я передала это с помощью слова «обычно» Вот эта конструкция как раз просит этого Здесь тоже привычное какое-то действие Когда шел дождь, она всегда оставалась дома и читалась книжки весь день Здесь похожая история, нам нужно передать смысл именно привычке Например, с помощью слова «всегда» Но это не обязательно, можно было какое-то другое использовать, я дальше покажу Здесь тоже какое-то привычное действие Он всегда помогал своим соседям с покупками И слово «всегда» есть и в английском предложении Речь снова идет о чем-то повторяющемся из раза в раз Здесь у нас какая-то регулярная активность Здесь я передала смысл повторяемости с помощью слова «бывало» Это как раз к тому, что там я с помощью слова «всегда» Или «обычно» здесь «бывало» Так что вы сами смотрите, как вам лучше перевести Какой смысл вы хотите передать Все это зависит от контекста Например, можно было сказать Детьми мы часто играли Мы регулярно играли Мы любили играть в прятки до заката То есть как вам больше нравится Конструкция «would do» также используется для выражения намерений или желаний Которые имели место в прошлом Например Он сказал, что он позвонит мне, но так и не позвонил Здесь речь о том, что человек выразил намерение позвонить в прошлом Но так этого и не сделал Она сказала мне, что приедет меня навестить на каникулу Но планы поменялись И здесь тоже, да То есть человек собирался Но передумал Давайте подытожим Главное различие между Зависит на самом деле от того Что вы хотите передать Какой смысл вы хотите подчеркнуть В принципе, обе конструкции говорят о прошлом И о том, что в прошлом что-то повторялось Используется, чтобы описать привычки Которые у вас были в прошлом Но которых нет в настоящем А вот часто используется в рассказах о прошлом Чтобы рассказать о каких-то повторяющихся действиях или событиях Также может использоваться, чтобы рассказать о намерениях или желаниях в прошлом Пишите свои примеры с этими конструкциями в комментариях На сегодня это все Надеюсь, вам было полезно Учите английский с Puzzle English Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok